Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Этнопарк Кочевник отмечает в этом году десятилетие. Парк стал весьма популярным местом отдыха жителей Подмосковья. Главная живая достопримечательность парка – верблюды. В этом году парк расширил территорию и строит планы на будущее. Плодиться и размножаться. Теперь у нас территория большая. Строим новые загоны. Будем рассаживать верблюдов по разным загонам, потому что все-таки в этом им тесновато. Очень их много. Они уже большие, крупные. Поэтому требуется больше места для того, чтобы они себя комфортно ощущали. На данный момент у нас 16 верблюдов, 5 мальчиков. Соответственно, остальные 11 – это девочки. Ну и два ребенка из них. Два ребенка этого года. Животные крупные, они в принципе в природе живут на больших территориях. Соответственно, где они друг у друга попами на головах не лежат. Они где захотели, там и расселись, там и разлеглись. Если кто-то с кем-то поругался, то соперники могут разойтись в разные стороны. Чем дальше, тем лучше во избежание всяческих травм. Поэтому загоны мы строим большие. И максимально по возрастам будем разводить животных, верблюдов в частности по разным загонам. Программу «Элита» в этнопарке «Кочевник» гостил не раз. Но в этом году нам удалось запечатлеть малыша, которому 7 часов от роду. И он впервые встал на ножки из-за любопытства к камере. Четыре с половиной месяца прошло с нашей последней встречи. Мальчик очень активный, очень любит играть, очень любит играть зубами, как и все верблюжата. Немножко кусается, любит играть со взрослыми верблюдами, со старшими. Они огрызаются, получают по попе от верблюдов. Ну, в общем, все как положено мальчику, юному мальчику-верблюжонку. Имя появилось, зовут его Бадаган. Бадаган с Тувинского переводится как «верблюжонок». Рос парень не без участия сотрудников парка «Кочевник». Малыша пришлось выкармливать из бутылочки. У этой мамы уже второй раз нет молока. То есть, когда он только родился, немножечко там у нее было, но так она не раздаилась. Никакие наши ветеринарные манипуляции ей не помогли. Поэтому верблюжонка мы выкармливаем сами, выкармливаем из соски. На данный момент он выпивает 9 литров молока. 6 литров молока он выпивает нашего Козьего. 3 литра молока мы докупаем в соседней деревне Коровьего. И плюс он еще подсасывает наших мамашек, у которых есть молоко, и которые дают ему это делать. В этом году два верблюжонка с разницей в месяц. Один в конце марта, второй в конце апреля. Фифа хоть старше, но выглядит миниатюрнее своего братца. Она миниатюрнее, она же девочка. Девочки, в принципе, все мельче, чем мальчики. В этот раз мы застали верблюдов в момент отдыха и релаксации. Верблюды, в принципе, как и другие жвачные животные, должны двигаться, должны много ходить. Опять-таки, по мере взросления верблюжата ходят больше. Если верблюжонок рождается, через 2 часа он уже встает на ножки. Через 3 дня он уже может следовать за мамой на пастбище. Соответственно, он там походил минут 15-20, прилег, минут 30-40 полежал. Опять может встать, опять идти. И, соответственно, чем он старше, тем дольше времени он проводит на ногах. Конечно же, в основном это не бег, а просто спокойная ходьба. Вот они ходят, пасутся потихонечку, спокойно наелись, легли. Пищеварение работает. Прожевали свою жвачку. Пошли дальше. У них специальный комбикорм на данный момент. Дети уже прекрасно едят грубые корма, уже едят сено, ветки, березовые, ивовые ветки. И основной рацион – это, конечно, трава, пока она есть зеленая. Комбикорм. Рацион питания не менялся. Здесь в основном летнее наше питание – это зеленая трава. То есть все животные в ночное время ходят, пасутся, кушают зеленую травку, как им это и положено в принципе в природе. На воскресенье вечером мы их выпускаем и загоняем только если у нас есть какие-то группы. А так они сутки напролет ходят, бродят, гуляют, доедают то, что еще не доели. Это лето выдалось сухим и жарким. Казалось, для верблюдов самая лучшая погода. Верблюдам было жарко, как и всем. Как и всем животным, верблюдам было жарко. Мы поливали их водой из шланга. Не все, правда, это любят. Кто-то любит, кто-то терпит, кто-то совсем не любит. Но делать было нечего, поэтому холодная водичка из шланга, периодически мы их поливали, когда была очень жаркая погода. Ну а пока верблюды наслаждаются осенним солнцем и ждут вас в гости. Этнопарк «Кочевник» находится в деревне Морозово Сергиево-Пасадского округа. Очередной стоматологический случай в клинике «Доктор Вет». Это утишка. Ему 12 лет. Он у нас британец. Британец же. У утишки проблема с зубами, называющаяся резорктивное поражение. Зубы как рассасываются. Ему была проведена первая операция. Операция при таком заболевании идет в два этапа. Сначала с одной стороны, потом через три недели, месяц с другой стороны. С одной стороны, слева, сейчас убрали несколько зубов больных, подверженных резорбцией. Ранку ушили. Сейчас у него зажило. Оказалось, что оставшиеся зубы на нижней челюсти травмируют десну на верхней. И нужно их подшлифовать и покрыть лаком защитным, чтобы и сами они не воспалились, ну и чтобы они в дальнейшем не травмировали десну верхней челюсти. Точка, если посмотрите, где зуб как раз накалывает десну с верхней челюсти. Почистить, заполировать еще раз. И подшлифовать зуб. А так шовчик состоятельный, все зажило. Потому что воспаления особо нет. С другой стороны, нужно переделать рентген, там, где воспаленная десна, 108-й зуб. Там нужно сдать рентген и посмотреть, если нужно, то удалить его. Потому что везде вокруг остальных зубов десна не воспалена. Какие признаки заболевания наблюдаются у стоматологических пациентов? В первую очередь, они становятся вялые. Отказываются от корма они уже в конце. Когда они уже понимают, что все, я перестаю есть, и через неделю я благополучно уведу на радугу. А до этого они как проявляют? Меньше активности проявляют. Меньше чистятся. То есть вылизывают себя меньше. Ну, просто больно банально. Спят очень много. Иногда владельцы говорят, что он уже старый. Он не старый. Ему просто больно. Последние три года во рту у него болит половина зубов. Соответственно, будь у нас такая боль, мы бы уже на стены лезли. Он терпит. Если вы наблюдаете у своего питомца сходные симптомы, запишите адрес клиники «Доктор Вет». Сергеев Посад, Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд Редактор субтитров А.Семкин